Ребята, давно не практиковал толчок и взятие на грудь, поэтому сегодня после большого перерыва сделаю взятие плюс толчок. На этом всем фоне, на том, что давно не было практики, я подразумеваю то, что у меня повылазили все те же проблемы, которые были в детстве, потому что связки ослабли, мышцы, мышечная память немножко ослабла, то есть где-то потерялась она, поэтому сегодня покажу то, что буду делать сам. Это моя вторая тренировка в Clean & Jerk, соответственно всю ту прогрессию, которую я делаю для того, чтобы возобновить движение, отработать его, я вам покажу и возможно, что это будет вам полезно в ваших тренировках. Поэтому сегодня мы будем делать взятие на грудь, приседания и толчок. Почему делаю с приседанием? Потому что, как и мы знаем, что толчок это второе упражнение на соревнованиях и, соответственно, очень часто, когда мы после первого упражнения, после рывка, мы уже чувствуем себя немножко уставшие. Поэтому в тренировках, особенно в подготовительном периоде, рекомендуется комбинировать это упражнение с приседанием на груди, выполняя один или два подъема в этом движении. Соответственно, вы можете брать, допустим, два раза на грудь, один одно приседание и два толчка от груди. Тем самым, вы, во-первых, тренируете выносливость, плюс ко всему, вы по-прежнему тренируете подсет и разминаете тот подсет, который вам нужен будет для толчка от груди. Вот это вот мой рывковый хват. Если я его опущу и выпрямлю свое тело, то подрыв у меня будет в районе паха. Если я поменяю свой хват на толчковый, посмотрите, где мой подрыв. Исходя из книги, подрыв должен быть в первой, третьей, либо середина бедра, вот в этом месте. Поэтому первое, что вам нужно знать и учитывать, что подрыв в рывке и подрыв при выполнении толчка абсолютно разные. Для отработки этого движения я рекомендую делать подбив. Это положение, когда штанга на уровне колена. Не меняя положение тела, отводим руки вперед, назад, удар и локти вверх. И задача двигать локти как можно выше, тем самым направлять штангу как можно ближе к телу. Посмотрите, что я не делаю движения телом вперед, я бью штангу об свое тело. И после удара моментально направляю локти вверх. Следующее, это прием штанги. Для того, чтобы у вас был хороший прием штанги и чтобы это было безопасно, я рекомендую, как в принципе и многие атлеты, чтобы штанга лежала не на ключице, не вот в таком положении, а чтобы штанга лежала на плечах. В таком положении это более стабильно. Для этого вам нужно подворачивать ваши локти вверх. Для того, чтобы подворачивать локти вверх, у вас должна быть хорошая подвижность. Для этого рекомендую вот такое вот упражнение. Для начинающих атлетов хорошо бы было начать это упражнение просто с деревянной палочки, либо с пластиковой, постепенно перейдя к детскому грифу и женскому грифу. И потом такой уже взять мужской гриф. Вот такое движение для отработки. Следующее. Приседание. Когда мы приседаем, мы стараемся сохранить расстояние между нашими, в самой нижней точке, сделать так, чтобы у нас было расстояние между нашими локтями и коленами. Чтобы не было вот такого эффекта. Если вы когда-либо почувствуете, что во время тренировки вы дотронулись своим локтем или локтями колен, я рекомендую остановить тренировку и поработать над подвижностью. Потому что это может рано или поздно закончиться чем-то нехорошим. Как это было в моей жизни. После этого мы отрабатываем движение вверх. Делаем пару подходов жима. Если вы толкаете в ножницы, когда вы держите штангу над головой, это нормально, когда вы держите штангу над головой и видите свои руки. Если вы толкаете, швунгуете, когда вы держите штангу над головой, вы не должны никаким образом видеть своих рук. Потому что вы отправляете штангу за шею, за голову. при отработке подседа особенно если очень слабое движение не отработанное существует вот такая вот ошибка когда нестабильный подсед не нестабильное выпрямление поэтому рекомендуется сделать подсед делать остановку для того чтобы понять где вы находитесь на носках на пятки посолок вы почувствуете что вы стоите на полной стопе только после этого выпрямление и подставление смотрите лично все это только понятно что без объяснения я делаю во время своей разминки в течение двух-трех подходов иногда когда это было в национальной сборной мы уделяли полностью день именно звали это день хореография то есть мы работали с грифом с палочкой на движение потому что это самый правильный и самый безопасный путь к поднятию большой штанги для того чтобы поднимать большую штангу сначала вам нужно научиться поднимать себя потом научиться поднимать деревянную штангу и после этого только постепенно расти вверх но не обратным способом потому что он к сожалению как показывает практика иногда губителем я сейчас вам покажу два момента я хотел бы чтобы вы определили ошибку и эту ошибку написали в комментариях номер два тут даже три получилось в общем ребята кто угадает все три ошибки я думаю получит футболку пишите комментарии снизу после нескольких подходов со штангой теперь мы уже выходим на чистое движение то есть мы будем брать на грудь будем делать одно приседание и после этого два выталкивания при котором мы делаем две секунды остановку при подседе и две секунды остановки при фиксации мой тренер когда я был маленький он за это у нас брал деньги если ты выталкивал и сразу сбрасывал у нас была специальная копилка которую мы каждый год в конце года разбивали и вот в эту копилочку мы ложили деньги и очень часто такое было когда я приходил на тренировку просто брал с собой пару рублей сразу ложил в копилку и говорил сегодня я гуляю и не фиксировал штангу но это неправильно поэтому не делайте на голову еще одна очень распространенная ошибка которая в большей степени хватается начинающими атлетами от профессиональных это когда атлеты берут на грудь например на два раза и 1 после первого раза не встают то есть они берут на грудь делает полу вставание и сбрасывает шангу и потом опять подходят к шанге начинающим атлетом я такого не рекомендую вообще делать потому что это отрабатывается плохой навык который скорее всего когда-нибудь может выстрелить на соревнованиях поэтому каждый раз когда вы поднимаете штангу заканчиваете полным вставанием встали опустили одно приседание и конечно же фиксация фиксация желательно чтобы всегда заканчивалась двумя тремя секундами почему потому что вы даже сами можете не заметить на соревнованиях когда вы можете встать и тело сбросит штангу и тем самым вес будет незащитным поэтому время тренировок учите себя и отрабатывайте движение которое заканчивается выпрямлением всей всех частей тела 2 3 секундной остановкой и только после этого опусканием штанги опять же это говорится исходя из большого опыта который был у меня и той команды в которой я был каждый раз за собой он замечаешь что-то новое в приседаниях за последний месяц сделал 10 20 30 то есть принципе нога спина готова рука вот работая с 40 килограмм сегодня основная проблема не проблема как бы слабое звено является соединить это все вместе то есть я практически не чувствую штангу то же самое происходит и с начинающими атлетами когда они вроде бы движение понимают но их не и тело еще не синхронизирована между собой нет тех крепких углов которые нужны при подседе при приеме соответственно когда штанга начинает чуть-чуть по-другому лететь она сразу выбивает и тем самым ты думаешь такой щенки как будто все пропал вот поэтому единственный единственный выход для вас для меня для любого чемпо это большое количество подходов и наработок и в большинстве случаев наработка с маленьким весом две вещи которые всегда убивают вашу технику номер один это когда вы набираете вес при наборке веса вы убиваете свою технику и номер два это когда вы поднимаете большие килограммы потому что для того чтобы поднять большие килограммы вы начинаете скручиваться и ваша голова запоминает последние эти подходы соответственно это у вас откладывается в памяти и в ненужный момент она это все достается оттуда поэтому для того чтобы наработать технику и отточить ее рекомендуется не превышать зону 80 килограмм 80 процентов работать в зоне 60-80 ну и конечно же после уже наработки уже пробовать себя пробивать результат на больших весах но сначала фундамент как в любом здании душит душит родимая душит душит Такое ощущение, как будто первый раз в зале. Я думаю, вам это чувство знакомое. Решил уже закончить тренировку и перейти на приседания, потому что чувствую, что плечи еще не готовы. Жал много, сила в руках есть. А вот когда в динамике, при приеме чувствую, что сильно болтает. Переходим на приседания. Приседания. Очень часто об этом говорю, особенно на семинарах. О том, что наша задача упасть не камнем вниз. Наша задача камнем встать вверх. То есть мы медленно опускаемся, колени в стороны, таз назад. Чувствуем тяжесть на всей стопе и потом взрываемся вверх. Руки свободны. Мы не как в пауэрлифтинге, а мы в спину не зажимаем. Руки свободны. Смотрите. А без рук слабо. Чем меньше вес, тем медленнее вы можете опускаться и быстрее вставать. То есть лучше вы сделаете на пару подъемов меньше, но вы сделаете медленно, чем вы сделаете этот же вес на 10 раз. Мне очень нравится высказывание китайского тренера, когда у него спросили, для чего вообще нужны приседания. И он ответил, что приседания нужны не для того, чтобы у нас были большие ноги и чтобы мы много приседали. А приседания в первую очередь нужны для того, чтобы сохранять баланс. Потому что когда вы приседаете, вам нужно сохранить баланс. Не упасть вперед, не упасть назад. И для этого вам нужно подключать кор. Особенно, когда вы приседаете на груди. И вообще самым первым упражнением для отработки, для наработки и для прокачки кора, укрепление его, то есть, извините, тяжело, плохо думаю, это приседание со штангой на груди. Потому что именно при выполнении этого упражнения вы хорошо задействуете все мышцы вот в этой области. Мы, если честно, как-то и не планировали. А вот уже и получился полноценный ролик. Видите, с какими-то определенными фишками в области, то есть, к толчку, которая относится. Поэтому, мне кажется, что я уже обо всем рассказал. И все это есть в прошлых видео. Но в любом случае, как бы, кровь обновляется. Поэтому напишите то, что вам интересно. И то, что наберет больше всего, то, что люди закажут больше всего, то мы, как бы, разберем в следующей поездке на семинар. При новой локации, при новой энергетике. Поэтому пишите ваши вопросы внизу. Мы их будем собирать и обрабатывать. Все, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...